Как Байрон пошел к католическому ордену махитарийцев и попросил у них научить ему Гарабару, так как это божественный язык. Для меня, знаете, как ни странно, вот эти слова Байрона стали путеводной звездой. Вот если поэт такой величины почувствовал эту красоту и божественность. Необходимо заметить, что именно Байрон в соавторстве с монахами махитарского братства издал первый англо-армянский словарь. Также поэт принял авторское участие в составлении первого армяно-английского грамматического учебника. Один из европейских писателей как-то заметил, что если греки не поставят памятник Байрону, воздвигнуть его должны будут армяне. Известный английский поэт и ведущая фигура в романтическом движении, лорд Байрон, был очень большой любитель и поклонник армянской культуры. Он изучил армянский язык в Венеции. Вы понимаете, человек изучил армянский язык в Венеции. Мне стыдно за себя. Всем доброго здоровья. Мои братья-армяне гордятся тем, что великий английский поэт Лорд Байрон владел армянским языком, был переводчиком, восторгался божественной красотой армянского языка и даже написал грамматику армянского языка. И все это преподносится как наше национальное достижение. И вот я решил выяснить, так ли это на самом деле. Итак, пункт первый. Владел ли Байрон армянским языком? Из писем и дневников самого Байрона известно, что он действительно изучал армянский язык в армянском монастыре на острове Святого Лазаря. С начала декабря 1816 года по середину февраля 1817 года, то есть не более трех месяцев. Из письма Байрона Томасу Муру от 5 декабря 1816 года. Что касается развлечений, я каждый день изучаю армянский язык в армянском монастыре. Я обнаружил, что мой ум нуждается в преодолении чего-нибудь сложного. И это самое сложное, что я нашел здесь для себя в качестве развлечения, которое захватывает мое внимание. Чтобы попасть из Венеции на остров Святого Лазаря, несколько раз в неделю ему приходилось нанимать лодку. После двух-трех часов занятий армянским и ознакомления с трудами мхитаристов по истории, он возвращался в Венецию. Из письма Байрона своей сестре Августе Марии Ли от 19 декабря 1816 года. Я провожу время по утрам в армянском монастыре, изучая армянский язык, а вечерами бываю то там, то сям. К слову, в Венеции с конца ноября по начало февраля длится сезон дождей и сильных ветров, и сообщение между островами затруднено. По всей видимости, Байрону не всегда посещения острова Святого Лазаря давались легко. Давайте посмотрим, как же продвигалось его обучение. 4 декабря 1816 года Байрон написал своему другу и издателю Джону Мюрре следующее. В настоящее время мистер Хопхаус отправился в Рим с братом, женой и сестрой, которые застали его здесь врасплох, здесь имеется в виду в Венеции. «Возвращается через два месяца, я, должно быть, тоже отправился бы, но я влюбился и должен оставаться здесь. Я должен думать и о том, что изучение армянского алфавита будет длиться зиму. Дама, это Мариана, жена хозяина дома, в котором Байрон снимал апартаменты, к моему счастью, более податлива, чем язык. Не то оказавшись между ними двумя, я должен был бы потерять остатки разума». Как мы видим, армянский язык давался Байрону довольно тяжело, и страсть к Мариане, конечно же, не помогала его обучению. А через пару недель, в конце первого месяца своего обучения, 19 декабря 1816 года, Байрон написал своему сокурснику и другу Джону Хопхаусу следующее. «Мои уроки армянского языка все еще продолжаются. Я освоил около 30 из 38 дьявольских закорючек Месропа, создателя алфавита и несколько слов, состоящих из одного слога». Итак, к концу первого месяца обучения Байрон сумел запомнить 30 из 38 знаков армянского алфавита и выучить несколько слов, состоявших из одного слога. «Теперь давайте не поленимся и проведем несложные математические расчеты и выясним, что у Баряна оставалось всего лишь два месяца для того, чтобы выучить оставшиеся восемь дьявольских закорючек Месропа, выучить армянскую грамматику и пополнить словарный запас настолько, чтобы стать переводчиком с древнеармянского, с грабара, речь идет как раз о грабаре, и затем написать армянскую грамматику». По всей вероятности, в первый месяц своего обучения Байрон был обычным человеком, а затем превратился в супергероя. Кстати говоря, и любовь к прекрасной венецианке тоже никуда ведь не делась. И все время, пока Байрон посещал остров Святого Лазаря, она продолжала требовать от него и времени, и сил. Итак, братья-армяне, ответьте сами себе на вопрос, владел ли Байрон армянским языком и мог ли он его выучить за вот эти три месяца. Для меня ответ очевидный, и он отрицательный. Пункт второй. Был ли Байрон автором армянской грамматики, как это утверждают мхитаристы, а вслед за ними и современные армянские историки и масс-медиа? Для меня совершенно очевидно, что авторство армянской грамматики, или как она полностью называется, грамматика армянского и английского языков, принадлежит монахам-мхитаристам. Основной труд по ее созданию проделал Падре Паскаль Ошер, чье имя и значится на ней. И хотя в издании 1873 года и последующих Байрон указан как один из авторов грамматики, на самом деле он лишь помог монахам откорректировать ее английскую часть, не более того. И сам сознался в этом в письме Джону Мюррею от 27 декабря 1816 года. Он написал, я продолжаю изучать армянский утром, помогаю и стимулирую работу в английской части англо-армянской грамматики, которая сейчас издается в монастыре святого Лазаря. Кроме того, Байрон вложил в издание армянской грамматики свои личные деньги и даже торговал ею. Кстати, безуспешно, поскольку ее не покупали даже его друзья, как он ее не рекламировал. Из письма Байрона Джону Мюррею от 2 января 1817 года. В другом пакете я отправляю вам некоторые листы английской и армянской грамматики, специальные для использования армянами. Я простимулировал и посодействовал публикации грамматики. Это стоило мне всего лишь тысячу франков, французских ливров. Я продолжаю брать уроки языка без какого-либо быстрого прогресса, но улучшаюсь понемногу каждый день. Когда эта грамматика будет готова, не откажете ли в любезности приобрести экземпляров 40 или 50 копий, которые все вместе не будут стоить больше 5 или 10 геней? И постарайтесь узнать у любопытствующих, просвещенных людей насчет распродажи. Скажите, да или нет, как хотите. Я могу заверить вас, что у них есть некоторые очень любопытные книги и рукописи, в основном переводы с греческих оригиналов, которые сейчас утеряны. Итак, сам Байрон не считал себя автором грамматики армянского и английского. И, как мы сейчас увидим, не только он один так думал. Монахи-мхитаристы тоже с ним были согласны. Как я уже говорил, в издании 1873 года, то есть через 50 лет после его смерти, Байрон указан в качестве одного из авторов грамматики армянской и английской. Однако в первых изданиях грамматики 1819 и 1832 годов его имени нет среди авторов. В них указан лишь один автор – Паскаль Ошер. Вот издание 1819 года. А это издание 1832. Уже 8 лет как Байрона нет на этом свете, а его имя все еще не значится среди авторов. Паскаль Ошер продолжает красоваться здесь, в гордом одиночестве. Итак, если монахи-мхитаристы говорят правду, и Байрон действительно был одним из авторов грамматики армянского и английского, то почему же они не указали этого ни в одном из первых изданий? Грамматика издавалась в их типографии на острове Святого Лазаря, и ничто не могло им помешать это сделать. Выходит, либо мхитаристы присвоили чужой труд, то есть труд лорда Байрона, либо они лгали и продолжают лгать, что Байрон был одним из авторов грамматики. На мой взгляд, второй вариант является ответом на вопрос. Авторство грамматики армянской и английской было приписано Байрону. Через много лет после его смерти это было сделано как ради прибыли, то есть ради того, чтобы грамматика продавалась, так и ради популяризации большого лингвистического труда, который проделали монахи-мхитаристы и лично падре Паскаль Ошер. Надеюсь, братья-армяне, вы тоже сделали для себя выводы. И вот добрались мы до пункта третьего. Восторгался ли лорд Байрон армянским языком? Эти слова известны всем пользователям интернета, которые интересуются армянской историей. Я выучил язык армян, чтобы понимать, как и на каком языке говорили боги. «Ибо армянский язык есть язык богов, и Армения есть родина богов, и боги родом из долины Араратской. На земном шаре нет другой страны, которая была бы так насыщена чудесами, как земля армян». Думаю, братья-армяне, вас не очень удивит то, что этих слов нет в полном собрании сочинений Байрона, куда входят не только его произведения, но и письма, все письма, дошедшие до нас. Однако нынешние армянские масс-медиа и особенно некоторые слишком усердные блогеры считают нас с вами людьми недалекими и неспособными проверить всю эту галиматью. К нам отводится лишь роль бездумных потребителей. Мы должны только запоминать и повторять то, что они наливают нам в уши, запоминать и повторять. Думать нам не следует. Как только мы начинаем думать, нас тут же объявляют врагами своего народа. Послушайте, что писал сам Байрон о мошенниках, которые при его жизни пытались торговать подделками от его имени. Из письма Байрона Томасу Муру от 24 декабря 1816 года. Байрон пишет. На днях я узнал о хитром трюке одного книгопродавца, который издал какой-то гнусный вздор, приписывает мне отцовство и говорит, что заплатил мне за это 500 геней. Он врет. Я никогда не писал подобной галиматьи, никогда в жизни не видел ни этих поэм, ни их издателей, и в жизни не общался с этим человеком ни прямо, ни косвенно. Умоляю, скажите это за меня, если будет необходимость. Сэр Джордж, хотя и не нас вы об этом просили, но мы тоже заявляем, что вышеприведенный текст не принадлежит вам, Джордж Гордон Байрон, что вы не называли армянский язык языком богов и не говорили, что выучили его и не писали об этом. Зато доподлинно известно, что вы называли армянский алфавит дьявольскими закорючками месропа. И пусть Бог вас за это простит. Ну, а в наше время, видимо, кто-то просто перепутал дьявольское с божественным. И пусть этот кто-то, наверное, объясняется перед нами. Думаю, это было бы справедливо. Ну и напоследок, один еще интересный текст. Кроме грамматики армянско-английское авторства, которое приписывают Нэнч Байрону, есть еще одна книга, которая называется «Армянские упражнения и поэзия Байрона». Эта книга вышла в свет в 1870 году, через 50 лет почти после смерти Байрона. В ней собраны отрывки и сочинения армянских историков, библейских текстов и теософских бесед на грабаре и перевод этих отрывков на английский язык, якобы осуществленный лично лордом Байроном. Предисловием к этой книге послужил фрагмент письма или заметки, который обнаружил Джон Мюррей среди бумаг Байрона уже после его смерти. Джон Мюррей по этому поводу написал следующее. К армянской грамматике, упомянутой в предыдущем письме, следующий интересный фрагмент, найденный среди его Байрона бумаг, кажется, был задуман как предисловие. Но поскольку грамматика армянского и английского уже тогда, к тому времени, вышла в свет и не один раз, Мюррей сделал этот фрагмент предисловием к книге армянских упражнений и поэзии Байрона. Вот, посмотрите, титульный лист утверждает, что переводы армянских текстов сделаны лично лордом Байроном. Но, как ни удивительно, уже первые предложения этого предисловия заставляют нас усомниться в том, что Байрон мог бы сделать такие сложные переводы с армянского на английский. Байрон пишет. «Английский читатель, вероятно, будет удивлен, найдя мое имя связанным с предприятием подобного рода и, возможно, склонен будет думать, что я обладаю познаниями лингвиста, чего я совсем не заслуживаю». И эти слова лишь подтверждают вывод, который мы сделали ранее о том, что Байрон в принципе не имел возможности хотя бы маломальски изучить армянский язык. Братья армяне, я не хочу, чтобы нам было стыдно за ложь, распространяемую масс-медиа, историками и даже монахами. И чтобы нам с вами не краснеть потом, нужно прямо сейчас вынуть бананы из ушей и слушать то, что я говорю. И напоминаю вам, я не прошу и никогда не просил вас верить мне на слово. Проверяйте каждую фразу, каждую запятую, и вы увидите, что я вас не подведу. С Богом!